Приветствую вас в данном видео и сегодня я хотел поделиться опытом общения с сыроедами на ярмарке в Ганновере. Вот такие пакеты всем раздавали. Здесь реклама какой-то здравоохранительной организации, которая страховку вам обеспечивает, здоровье, которая в Германии в принципе обязательно. Какая именно это, я не знаю, и в чем прикол, и разница относительно моей, я еще себя не проинформировал. Тем, конечно, очень много, где можно улучшить аспекты своей жизни, и да, нужно только время. И тут разные самые журналы, про которые я уже показывал. Вот эту вещь, не знаю, она продается у вас или нет, я купил на каком-то сыроедном стенде. Изгодовитель ООО Мегре Россия Новосибирск. Вот как. Это какая-то живица. Я спросил, что такое живица, но я не знаю. Сказал, как? Не знаю, что такое живица. И я подумал, ну вот-то фак. Я всего лишь человек, который хочет это купить. Нельзя ли быть как-то повежливой? Но это не важно. Та женщина, там и, по-моему, мужик тоже стоял, но я вот попал на женщину, она говорил по-русски, и которая предлагала вот такие штуки. У нее также были камни шунгит, по-моему. И я, честно признаюсь, первый раз слышу об этом камне и себя никогда на этом тем не информировал. Но сказал, что я больше поклонник научной очевидности. На что эта женщина сказала, а вот ты читал там какую-то Анастасию без понятия, кто это вообще? И там у нее 10 сборников, 10 книжек. Вот говорит, у нее 10 книжек, можешь почитать. Конечно же, эти книги были у нее как раз в продаже. Потом говори. И она сказала, ну, наука это то, это одно, но самое главное, как ты себя там чувствуешь. И вот эта вся хинея пошла чисто на меня. И это то, как раз о чем я говорил, когда сказал, что все клиши оправдались. То есть, реально продавцы воздуха. И я не знаю, у кого они делают хороший имидж, но лично у меня, и думаю, у всех людей, которые так или иначе умеют и любят работать с информацией, научного тока, а не просто вот так уши выворачивать, вот так вот, и чтобы удобнее в них лапшу было прям внутрь засовывать туда, прям заталкивать. И также у нее были зубные щетки. Мне эта тема, конечно же, интересная. Тоже что-то с шунгитом или что-то такое. 15 евро. С одну щетку, 15 евро. То есть, я серьезно охренел. Вот сейчас до сих пор охреневаю о том, что это, зачем это, с чем это, как это вообще связано. И, конечно же, на стенде сыроедение, я в который раз говорю, не связано с веганизмом, не связано со страданием, отсутствием насилия для людей, для планеты, для животных. Это просто диета. На этом стенде были несколько продуктов из меда, то есть, содержащий мед и прочее, прочее. То есть, чувак, у тебя было одно задание, но ты не смог исправиться с ним. Просто сформируй свой стенд полностью этично на веджи-ярмарке. Также на этом стенде, в отличие от всех остальных, которые стояли рядом, не было ни одной брошюрки про животных. То есть, были камешки эти шунгит без конца, которые стоят просто дохренище. Серьезно нужно проинформировать себя. Если кто-то уже занимался этим вопросом и понял, насколько высок профит в этой области продажи воздуха, и продажа ли воздуха это в принципе, можно, конечно, в компактной форме написать комментарий, «Залайкнем», если он будет действительно качественный и базирующийся на фактических исследованиях. Но в следующем стенде стоит отметить, что мужчина довольно-таки пожилой, с женой были на этом стенде. И вот у этого мужика нереально просто воняло изо рта. То есть, то, что обычно, ну, когда вот ты не ешь весь день, наверное, вот так пахнет изо рта. Но я не хочу сейчас связывать это как с сыроедением, потому что выставка, ярмарка проводилась несколько дней. И, возможно, стоять постоянно на стенде, обеспечивать информацией всех желающих, это довольно-таки сложно. То есть, комбинировать как-то с приемами пищи, может, действительно, человек не смог нормально питаться именно в это время. Но это не значит, что он все время так хреново питается, что у него воняет изо рта. Но минус этого стенда был в том, что человек просто подошел ко мне и начал спрашивать, чем я болею. What the fuck? Окей? Я как бы сказал, ну, не жалуюсь ни на что, да, но вот в итоге он мне рассказал, что проводятся каждую неделю в том же Ганновере всякие семинары, в том числе голодание и всяком-всяком-всяком. Ну, вот, пожалуйста, питание, голодание и, конечно, детекс, да, вот, и вот тут список всех болезней. И я такой, я как бы не жалуюсь ни на что, а он, а знакомый, а родители, а то, what the fuck? Я бы рассказал, что никто ничем у нас не болеет. Правда это или нет, но человек просто реально напряг своим псевдоактивизмом. Опять-таки, ничего там не было про животных. Была вот такая хрень. Сейчас я вам покажу. Вот такая вот хрень. Тут написано спорт. И я не знаю, что там. Давайте-ка посмотрим. Держит витамины, минеральные вещества. И все. Впрочем, тут были разные пакетики. Здесь написано спорт. Была ментальная энергия, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Я выбрал спорт. Вот. И он говорит, ну, вот ты это пьешь, и там мускулы, бла-бла-бла, восстановление и прочее, прочее. Ну, с этого момента он потерял меня, это точно. Столько людей. Окей, деньги, это нормально, да, что ты хочешь как-то заработать. Но на чем? Если ты ничего не можешь изобрести, а тебе легче создать какую-то атмосферу того, что ты что-то придумал, то, не знаю, по мне так это, ну, обман чисто, да. Но это так распространено в мире. Тот же, те же сосунки маститных титик говорят, что вот на традиционном питании вы все получаете, но у них в магазине продаются всякие витамины, всякие вещества, которые, омеги и всякие прочие, которые, опять-таки, рассчитаны на людей, которые сидят на традиционном питании. То есть, продавцов воздуха очень много, очень много. И, как я уже говорил, людей всегда легче обмануть, чем убедить их в том, что они были обмануты. Потом еще вот такие вот журналы были. Такой прикольный Супермен. Каждый может стать Суперменом. И название этого журнала – «Готовка без костей». Да, типа, рецепты здесь все есть. Здесь классные журналы, на самом деле, и на выставке их можно было бесплатно получить. Тут и про животных, тут не только про готовку. Это не сыроедный журнал. Здесь люди заботятся о просвещении. Вот моря, проблемы морей, океанов. Пожалуйста, массовое животноводство и проблемы, связанные с ним. То есть, все есть. Это не диета, да? Веганизм – это не диета. Это так просто понять и, на самом деле, следовать этому стилю жизни. А продавцы воздуха – они всегда будут. А вот, кстати, листовка про шунгит. Посмотрим цены. Так, вот такое вот яичко, 15-сантиметровое, 6 сантиметров 60 евро, 15 сантиметров 290 евро. Короче, если покупать вынос от Envy, то эта покупка будет рациональней. Хотя, обе покупки. Ну окей, по шунгиту, как я уже сказал, я не сильно проинформирован. Поэтому, пока не буду сильно... Нужно оставаться объективным. Нет, они только вот продают всякие бальзамы, кремы, жвачки, мумиё. Ну посмотрим. Как я уже сказал, вот это здравоохранительная организация. Тоже, что она там предлагает, я без понятия. Поэтому критиковать смысла особого нет. Это клевета в итоге выйдет. Или просто пустозвонство. Потому что аргументов у меня нет. В том числе, некоторые люди в комментариях как раз этим частенько и занимаются. Не аргументируют своё мнение. Не проинформировав себя о том, что вообще происходит в мире. Кто-то, например, пишет, что не один врач-диетолог в здравом умении посоветует растительное питание. Но самая большая ассоциация диетологов в мире, АНД, признала растительное питание оптимально для всех стадий развития человека. В том числе для атлетов. Это случилось не вчера. Но человек просто не знает об этом. То есть не делает свою домашнюю работу и в итоге имеет неправильные точки отправления своего мнения. То есть мнение совершенно некорректно в данном случае. И я по шумгиту тоже никакое мнение сегодня не выразил. Просто то, что это невероятно дорого. Вот такой ещё журнал интересный. Свинка на поводке и огромная надпись. Нормально. И маленьким шрифтом написано «Это ненормально». И продавать всякие вещи, продавать воздух, к сожалению, в современном мире совершенно нормально. Кто бы это ни делал. Сыроеды, традиционные питальщики, продавцы камней всяких, которые заряжают воду святым духом. И ты можешь творить, крутить. Но почему-то у всех этих людей нету стравы, нету ни одного результата. Они все занимаются какими-то пассивными видами активности. То есть какой-то йогой, посидушками в медитациях. Это окей. Это я не против. Но на большее ты, в принципе, не можешь рассчитывать, если ты питаешься или рассчитываешь на помощь святого духа в пополнении резервов энергетических твоего тела. Спасибо за внимание. Напиши в комментариях об опыте общения с любыми продавцами воздуха, которые только ты встречал в своей жизни. И об их тактике. Как они спрашивают, не болеет ли кто из твоих родственников, знакомых, друзей. Или какие они вообще тактики используют. Давайте стартанем на обмен опытом, чтобы не попасться в ловушку сказочников. Причем не настоящих людей, которые сказки рассказывают, которые сказки пишут, истории всякие. Спасибо за внимание. До свидания.